добрый день друзья продолжаем значение молитв значение молитв мы говорили буквально-буквально о шма говорили сейчас мы говорили о шма и сейчас мы будем продолжать о шмане эстре амида амида это самая высшая точка соприкоснования на нашего окон коннекта с селущим это отселут мир происхождения это момент тот который мы уже там то есть мы формируем чтобы там у нас был порядок то есть и мы благодарны мы и просим мы говорим что как куда сделать разложиваем это по сосудам по ячейкам в каждой энергии есть сосуд в каждой пучка энергии желания это сосуд то есть то что у нас если на желание какое-то появилось вот физическом мире она уже у нас есть там она записана просто есть еще отрезок времени там грубо говоря от преступления награждения от причины до следствия как его получить амида это один из сильнейших инструментов которых о котором мы будем сейчас говорить окей так начинаем я чуть чуть-чуть зачитаю чего-то прежде чем начать эту молитву мы должны встать и пробудить себе чувство пустоты что такое чувство пустоты это изгнание изгнание из себя сейчас объясню чего таким образом мы пробуждаем себе желание соединиться с творцом нам объясняет что шина также находится в изгнании свет да он хочет делиться с нами бесконечно но не может сделать это до тех пор пока мы не будем мы не избавимся от нашего реактивного поведения то что в принципе у нас каждую секунду с нами происходит реакции некие и не заряжем свою духовную трансформацию то есть мы от реактивности отключаемся включаем свою духовную трансформацию осознав свою пустоту мы создаем сосуд то чем вначале говорили чтобы наполнить его светом светом молитвы амиде то есть мы поднялись у нас есть что-то буквально я может быть объясняю как на таком языке сильно простом но я хочу чтобы все поняли кто это смотрит мы наполняем этот свет сосуд светом то есть мы как кстати мы когда делаем три шага назад три шага вперед что это за шаги почему три почему не 20 или не 13 это первый шаг это вход в израиль второй шаг это вход в иерушалайм третий шаг это вход святая сады и потом бум-бум-бум-бум снова пошли вперед так прежде чем начинать амиду мы просим господи отвери моего ста и они мы они позволят произносить хвалу тебе мы просим творца стать нашим партнером партнер партнершит то есть никакие чисто партнерство чтобы мы могли получить то что по-настоящему желает наша душа это мы это комментарий к тому что я говорил в начале почему это так работает а не только то что требует наша реактивная система то есть реактивная система это желание получить для самого себя то есть когда мы даже говорим мы там допустим себя жалеем это что это тоже эгоизм другой урок об этом будет слишком часто мы хотим получить то что на самом деле не способна приносить нам удовольствие или какое-то очень такое короткое за мгн ценится кратчайшая лампочка когда идет короткое замыкание она ярко светит а потом обрывается теперь обращаясь к творцу мы будем уверены что наш что наши просьбы принесут нам по-настоящему рост духовные трансформацию что такое мы когда что-то просим и в определенных местах просим у нас формируется вот этот сосуд который записали все идентификационный номер айды там 111 беньямин тогда-то попросил все забили теперь теперь надо это найти и наполнять его и определенные действия туда подключать матрица получается на самом деле давайте быстренько я так про структуру амиды расскажу и потом пойдем комедиям структурами до первые три молитвы связывают нас с хэсэд гураттиферет то есть авраам и царь яков последние три молитвы моисей арон и ёсэф это не цахот я суд тоже понимаем как это работает теперь зеран пин видите у нас получилось это великие что что это двое это великие мудрецы которые нас крепко связывают с миром а целут без их помощи мы никогда не сможем соединиться с этим уровнем то есть это не просто физический человек некий там авраам или или там авраам нет это не так это что-то намного большее что сложно понять и это тоже надо мигаться в отдельной темой говорит но так теперь идем дальше первые три благословения соответствует вершинам верхнего треугольника магин давид вот так руками окей теперь и действует подобно двигателе ракеты то есть амида и есть ракета то есть ну как ракета вот что поднимает нас переносит нас в мир происхождения то есть начало миды вот это мы там мир мы запускаем себя мы говорили об этом в в 13 благословениях вы середине амиды содержится наши просьбы то о чем мы сейчас будем говорить для всего мира в целом мы просим мира процветания здоровья благополучия для людей на планете мы когда просим для кого-то это что мы делаем это зеркальная система это мы просим себе это возвращается нам последние три благословения соответствует трем вершинам нижнего треугольника понимаем да это сейчас просто ты это в общем защищает нашу молитву и гасит пожар ракетных двигателей понимаете о чем нет то есть мы там поднимались мы поднимались надо спуститься еще то есть и этот пожар который ну туда эту реактивную скорость эту энергию которым это мы получаем ее чикс надо с помощью этого треугольник вниз то есть направление идем сюда все очень мега логично все работает также теперь пошли все мы вами день взад вперед классно кстати почему четыре раза мы клоняемся 1 1 4 раза клоняемся это на самом деле секрет юткой вовкой то есть четыре раза поклон поклон это мы кетерк мальхуд делаем извините отключу этому бесконечно вот это кетер мальхуд уклоняемся ты юткой и вовкой четыре раза это не просто все так и вставки на вот давайте чтобы там мега подробно не все вставки не рассказывать я вот сделаю чисто такие самые самые популярные то пошли вот допустим у нас есть благословение у нас есть благословение допустим допустим восьмое то есть она 5 если считать не считать первые три а если считать поочередности это восьмое я на русском буду когда мы просим о просьбу о лечении лечи нас и мы излечимся спасаем мы спасемся и так далее творца то есть это просьба это благословение дает нам силу исцеления для всего тела понимаете да то есть исцеление исходит от света от всевышнего при принятии и понимание это истина дает нам возможность получить вот эту энергию и мы должны этой энергией делиться с другими это истинная вот наша что такое получить энергию поделиться с другими это попросить за себя и за близких и здесь вот перед баруха там донай рофе лохолей то есть это баруха благословен ты господь исчеляющий больных народе своем израиль перед этим то есть после целитель милосердный и надежный мы останавливаемся и просим бинамин бен авраам исцак бен ну понимаете имя сын кого-то отца то есть я сделал ошибку люблю мамы я блин извиняюсь то есть бинамин бельмила если мы не знаем имя если мы не знаем сара у нас всегда на помощь приходит наша промой мы хотим попросить вот допустим я хочу попросить на некого человека вот там за я кого я не знаю как маму я кого зовут я я ков сын сары я кубин сад идем дальше я запутался чуть-чуть так идем дальше у нас есть потом благословение следующее по счету девятое было восьмое это благословение для благосостояния которые приносит нашу жизнь достаток процветания в принципе работает мы хотели быть что чтобы все наши годы были наполнены росой и дождем жизненной основой поддерживающей наш мир мы понимаем что вода это очищение это поддержка вот и здесь то же самое здесь перед словами перед словами благословен ты господь благословляющие годы то есть после слов ведь ты добрый бог и творишь добро и благословляешь годы могу на иврите если это надо прочитать вот перед после то в элки барух мы тоже самое действие делаем дня мин сын людмилы и так сын не знаю сары и так далее то есть мы просим это мы видим картинку этого человека мы ему посылаем материального блага идем дальше у нас есть такое благословение по счету она 10 это было словение дает нам возможность оказывать положительное влияние на все человечество нас учат что каждая отдельная личность в мире она влияет на весь мир в целом да и мы влияем на мир и мир влияет на нас даже если мы не со не воспринимаем эту взаимную связь то есть мы называем эту взаимность квантовым сознанием по современному скажем теперь шо ци таки здесь есть тоже некая некая вставка здесь есть вставка вот допустим такая вставка я прочитаю тогда полностью строку скажу где вставка протубим большой шифар для освобождения для освобождения нашего и под ними знаменит к нам соберется народ наши рассеянные по цвету и собери нас всех вместе четырех сторон света нашей земли то есть потом идет потом идет вы сын ты господь собирающий разбросанный по свету народ свой израиля то есть перед этим обратно перед баруха то было перед благословен ты господь мы делаем вставку из книги иова 2020-2015 перик перик 20 посупи на шо ци таки это допустим мы хотим исправить мысли которые привели нас к потери искр света сейчас объясню также есть здесь имена записаны их вслух нельзя произносить это комбинации букв которые управляют нашими мыслями и в каждые из шести дней недели то есть мы знаем седьмой день мы напрямую конект шаббат так что нам это все не надо но каждая из этих имен которые здесь написано у меня вот перед глазами это числовое значение 193 это и же то же самое числовое значение что слово стоков поднять эти имена поднимают святые искры от не буду когда мы в конце он благословения произносим слова мека бенец не д хей в продолжении благословения это ровно 304 то же числовое значение что ищен долет демон вот медитирую здесь важно что медитировать чтобы все собрать искры потерянные во время наших реактивные действий в том виде в том кстати даже 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 в том случае когда мы я сейчас его зачитаю когда мы потеряли керри и не пошли в микро окей да будет угодно тебе господь нашли чтобы каждая калия капля керри что вышла из меня напрасно и всего израиля в общем особенно причине забудьте по принуждению или умышлению с намерениями или без него и замысли или действуя этой жизни или в предыдущей предыдущая связь с нашей жизни очень связано и и и поглотила клипа чтобы клипа извергла все искры керри проглученных силу твоего великого имени исходящего из таки имени которые готовят и сблюет бахи истор не девочке рево его и of и и силу это да и потом мы еще добавляем силу твоего великого имени ты вернешь их святое место и сделай как правильно твоих глазах ставка такая потом нас здесь есть имена в и потом мы идем же было санта и господь пришли разбросаны посетована росла израиля и следующее благословение 11 м идем дальше идем дальше идем дальше еще одну штуку буквально расскажу один инструмент и будем заканчивать потому что это можно про миду говорить очень долго теперь давайте пойдем вот таким образом есть у нас 13 благословение 16 13 но 16 на что все таки у как она звучит услышь наш голос Господь Бог наш милосердный отец милость одна нами и прими милости обоснованно нашу молитву то есть мы просим чтобы творец принял наши молитвы нашего слова это перед тремя последними благословениями окей это самое важное из всех благословения в нем мы при признаем все наши реактивные и неправильные поступки мы взвращиваемся как к негативному падению в целом так и какому-то конкретному поступку то есть то что негативная у нас есть мы окей мы принимаем мы просим творца дать нам средства к существованию ария резал говорит что даже в дни поста в этой молитве нас сопровождают личные ангелы так если личный ангел если мы обратимся к этому ангелу всем нашим молитвам будет дан ответ 13 16 благословение находится в середине средней части молитвы на единицу выше 12 12 объясняю первые три это в раме цаке ков потом вот остальные благословения и вот это грубо говоря средняя часть 13 о чем ари говорит 13 что такое 13 это 1 на 12 знаками зодиака 13 благословение хочет со середине молитвы и она выше 12 знаков зодиака и это поднимает нас над влияниями звезд и планет теперь здесь есть одна вставка я просто не хочу это произносить слух я вот скажу так сейчас я попытаюсь как там мы допустим благословение читаем слышно слышно голосов вы понесли смело за на новым применим нашу молитву и ты бог наш молитвы и мольбам и наставляется без ответа долго же владыка наш будь милостивый ответ нам услышь наши молитвы внимательно слушаем вот ведь ты внимающий молитвам каждого благословен ты господи то есть барухата адонай потом у нас есть вставка вставка это вставка у нас имеет 7 букв окей где это святое имя али фрейш али фрейш ют там и еще такая же буква как первая алфавита вот хаим виталь пишет что в он нашел я я нашел в книгах каббалистов что просьбы тех кто медитирует на это имя и в благословении еще мы от фила вот этом никогда не остаются без ответа то есть если мы что-то хотим попросить конкретно чтобы нас услышали быстренько это все глупо говорят а экстренно без очереди приняли ну что-то экстра надо быстро решили вопрос мы пользуемся этим именем перед шуми от фила это перед тремя последними благословения окей вот мы вставку такую делаем вот и потом пришли три последние благословения у нас помним кланяемся это ютки и лавки вот и заканчиваем благословение коэн и заканчиваем амиду это мы бегло прошлись вот 18 минут бегло бегло так прошлись по шмоне с ретом на самом деле очень много рассказываетесь о чем я небольшой специалист в этом вот но я просто хотел тем поделиться что я уже знаю что уже как-то в рюкзаке в багаже знаний мы собиралась и и да еще хотела что хотел про вот мы всяком говорили про амин слова что такое амин и какая гематрия и как она работает это тому и быть это 91 это объединение двух миров 26 и 65 аданай и ютки и вавки то есть мы объединяем когда говорим все тому и мы и быть вами рапочки срабатывают и в принципе тоже мы становимся услышаны это все можно проверить по гематриям кстати интересная гематрия слова сатан 364 один день на емке пур он чилит он выходной у него отпуск и мы без него вот ребят спасибо большое всем дорогие друзья кто слушал всем спасибо